Мендут, дорогие друзья, я Бадмайев Валерий Антонович, главный редактор газеты «Современные Калмыкии», один из организаторов всех этих прошедших митингов. Хочу обратиться не только к нашим сторонникам, я хочу обратиться ко всем жителям Калмыкии и хочу обратиться в то же время к властям Калмыкии. Итак, мое нынешнее, сегодняшнее обращение вызвано накопившимися у меня чувствами и мыслями. После митинга 10 февраля сразу же ко мне подошли сотрудники полиции и предложили пройти в управление полиции по городу Элиста. Я категорически отказался. Тем не менее, через несколько дней меня пригласили, опросили и составили протокол как организатора несанкционированного, несогласованного митинга. На следующий день из соцсетей я узнал, что пригласили на разговор, вернее, на составление протокола одну из участниц митинга, Ларису Матвееву. Я сам предложил ей свои услуги представителя и вместе с ней был в УВД города Элиста. Там я обращался как к сотрудникам полиции, так и к их руководству с такими словами. Я говорю, «Таднхалимгуд или нет, в конце концов?» Кто вас заставляет составлять протоколы в отношении организатора и в отношении участников митинга, вышедших отстоять честь и достоинство нашего народа? Мы ведь вышли не просто так. Мы вышли, увидев бездействие и беззубость наших властей. В первую очередь Бату Хасикова, всего его окружения, во вторую очередь всех депутатов Народного Хурала. Потому что мы считаем, я не один так думаю, очень много людей думают, они мне пишут, звонят, что позиция руководства Калмыкии позорная она, трусливая. Они обязаны, по нашему мнению, еще пока не поздно, обратиться в Следственный комитет Российской Федерации и потребовать, чтобы Штыгашева привлекли к уголовной ответственности. Об этом мы написали один из нас, активный человек, правозащитник Семен Николаевич Атеев, отправил сразу же письмо в Следственный комитет по республике Калмыкия, а копию в Следственный комитет России с требованием возбудить уголовное дело. Кроме этого, мы направляли письма в Генеральную прокуратуру, в прокуратуру города, в республике Калмыкия, но пока никаких ответов оттуда не получили. Поэтому я считаю, что вот этот митинг, который мы провели, даже если он был не согласован на самом деле, то его должны были поддержать в первую очередь депутаты и сам глава республики Калмыкия, а уж тем более не возбуждать дела, не позориться. Вы что делаете? Вы, люди, которые должны были стоять на защите интересов нашей республики и нашего народа, вы привлекаете к ответственности людей, которые вышли это делать вместо вас. В данном случае я говорю не за себя. Против меня, организатора этого митинга, если вы считаете, что он не согласованный, если вы считаете, что он незаконный, возбуждайте. Но, пожалуйста, не трогайте участников, в особенности не трогайте пожилых людей и женщин. Вообще никого не трогайте. Это вообще-то большой позор. Вы в этой ситуации власти нашей республики всех уровней выглядят просто какими-то позорниками. Я не знаю, у них есть родственники, у них есть дети, у них есть родители. Я обращаюсь к ним. Вы скажите им, пожалуйста, вот отец Бату Хасикова, Сергей Хасиков, ты мой ровесник, я обращаюсь к тебе. Ты одерни своего сына, в конце концов. Напомни ему, что он потомок калмыка, сосланного в Сибирь. Вот на этом я хочу закончить свое выступление, но повторяю. В суде я докажу, что митинг был согласован, вернее, власти не имели права отказывать согласование этого митинга. Их доводы о том, что в городе Элиста идет эпидемия гриппа и ОРВИ, выглядят просто смешными. Потому что эпидемия, она была в нашем городе на тот момент, и карантин был объявлен. Но карантин распространяется только на закрытые помещения, на школы, детские сады, клубы там, ясли и прочее. А на улице никакого карантина быть не может. А следующая их ссылка на то, что площадь пагоды 7 дней примыкает к зданию арбитражного суда, вообще выглядит смешной. Площадь пагоды 7 дней огорожена забором. Арбитражный суд, вернее, здание арбитражного суда находится в метрах 100 от этой площади. И их разделяет улица Пушкина. В таком случае ни о каком примыкании площади к этому зданию речи не может быть. Это я говорю специально. Специально говорю для правоохранительных органов, специально говорю для прокурора республики и города Элисты. И специально говорю для судей, которым попадут вот эти протоколы. Будьте вы, во-первых, гражданами, будьте юристами квалифицированными и будьте настоящими калмыками в конце концов. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok